Дорогие друзья, представляем вашему вниманию книги от издательства Махаон из серии «Путешествия в Саванне». В серию входит шесть книг. «Таффити и путешествие на край света», «Таффити и летающая корзина», «Таффити и малыш великан», «Таффити и старинный клад», «Таффити и тайный герой», «Таффити и банда обезьян». Автор этих книг – Юлия Беме. Она родилась в 1966 году в Германии. После окончания школы Юлия изучала литературу и музыку в Университете Берлина. Работала редактором на детском телеканале. Параллельно писала тексты для газет и радиостанций. В 2000 году она решила сменить вид профессии и сконцентрироваться на написании книг в самом любимом своем занятии. Начинание увенчалось успехом, и уже через год Юлия Беме утвердилась в роли детской писательницы. Сегодня из-под пера автора вышло более ста книг. Мы остановимся на серии книг Юлии Беме «Путешествия в саванне». Юлия сделала героями своих сказок экзотических животных, обитателей африканской саванны. Увидеть этих животных в России сложно, разве что в зоопарке. А познакомиться с ними в книге не составит труда. Главный герой этой серии книг – сурикат Таффити. Маленький, но очень любознательный и отважный. Он живет вместе с бабушкой, дедушкой и братьями в норе под землей. Любит путешествовать, без проблем заводит новых друзей. И обожает бабушкины пироги. Начинается серия с книги «Таффити и путешествия на край света». У Таффити была заветная мечта. Больше всего на свете ему хотелось узнать, что скрывается за холмом, виднеющимся на горизонте. В одно прекрасное утро, не страшась трудностей, Таффити отправляется в путешествие. Чтобы раскрыть тайну холма, ему придется не только преодолеть самые разные препятствия, но и встретиться с удивительными, а порой и опасными обитателями саванны. В сказке «Таффити и летающая корзина» свинка-кисточка показала, на что способна ради лучшего друга. Но одним прекрасным днем случается то, что даже лучший друг не смог предотвратить. Орел схватил маленького суриката. К счастью, кисточка полна решимости и идей, чтобы организовать смелую спасательную операцию высоко над облаками саванны. Сказка «Таффити и малыш-великан», написанная так же увлекательно и динамично, как и предыдущие, знакомит Таффити, свинку-кисточку и маленьких читателей с другими жителями саванны. Семейством слонов, близорокой жирафой Джиной, с земляным поросенком Ку-Ку-Киф-Ку, антилопами, зебрами и страусами. А еще с такими экзотическими растениями, как баобаб и акация. Следующие сказки. «Таффити и старинный клад». Таффити и кисточка случайно находят письмо от пра-пра-пра-пра-пра-пра-дедушки. А в нем настоящая карта сокровищ. Друзья, сразу же отправляются на поиски золота. Но есть еще одна небольшая проблема. Карта очень-очень древняя. К счастью, у Таффити полно отличных идей. В книге «Таффити и тайный герой» у Таффити и кисточки появился новый знакомый. Траус Ноло. Он случайно попал на русу рекатов, когда, как обычно, хотел спрятать голову в песок. Ноло в отчаянии. Молодые страусихи не обращают на него внимания, потому что он совсем не умеет танцевать. А это главное качество при выборе второй половины у страусов. Друзья уверены, что у него есть другой удивительный талант, способный всех поразить. Последние книги из этой серии «Таффити и банда обезьян» происходят удивительные вещи в доме сурикатов. Сначала пропадает любимая бабушкина форма для выпечки пирогов, а затем исчезает и сама бабушка. Таффити и кисточку не пугает таинственный похититель. Они смело бросаются вызволять бабушку из его лап. И в этом нелегком, даже опасном деле, друзьям помогает банда озорных обезьян. В каждой книге есть рисунки на форзацах. Это может быть Таффити и его семья, просто занимательные картинки или карты, схемы, игры. Увлекательные книги Юлии Беме не просто рассказывают интересную историю, но и знакомят маленьких читателей с флорой и фауной африканской саванны. Познавательная составляющая ненавязчиво переплетается с поучительной историей, в которой дружба, верность, отвага и смекалка позволяют одержать победу над злом. Книги рекомендованы для детей 8-10 лет. Редактор субтитров А.Семкин